Друзья, хочу вам порекомендовать группу Копейка, в которой можно получить деньги за репост записи. Сумма выплат составляет от 1 до 10 долларов. Просто заходите в группу и делитесь записью. Ссылка в описании к видео. На видео поздравился. Снова не буду вам показывать, что в Леон захожу. Так понятно, да, везде мелькает это. Встаем, на дорогу, раздумай, корзавец. Я сюда 2 километра шел, уже разогрелся. Сейчас еще пойдешь, как чуть побыстрее. Сколько километров скорость? 8, 8 скорость сейчас поставим. 8, 7, средний. Вставай. Потихоньку, сейчас начнем кровь разгонять. А я еще карантин выпил. Еще лучше. Сейчас выйдет все, спокойненько. Потом разгонять до 7, до 8. Но это через сколько? Минут через 5, да, получается? Да, через минут 5 где-то начинать нормально. Ну, все понял. И сколько это получается? Давно уже на дорожке не шагал. Мне до сюда идти 2 километра, да, я вот вам говорю. Здорово, как дела? Отлично. А я здесь работаю. Я сначала посмотрел, удивился. Ну, когда-то приехал сюда, на Павшинска. Я подумал, блин, куда тебе еще идти заниматься? Вот по логике-то, да? Да, да. Ну, потому что, ну, круглос, тут сюда все приходят в магазин, да, потусоваться. Даже молодежь сюда приходит. Ну, и рядом с метро, разумеется. Ну, я подумал, тебе через мост перейти, сюда прийти. И все. Ну, еще, а ты сам пришел. Артем, хороший тренер. У нас все хорошие тренеры, у нас нет плохих. У нас вообще крутой. Так что, ребята, приходите к нам, занимайтесь спортом. Добра всем. Давай ты дальше идешь. Без позитива. Без позитива. Нет, другого позитива можно, но нет. А что, можно привет передать всем блогерам? Всем блогерам привет. Александр Кондрашов, Руслан тут нашили. Рэдисон. Вообще, всем здорово, ребят. Всех смотрю. Всем лайки ставим. Удачи всем. Одному Михалычу только дизлайки. Не-не. Кстати, хейтеры, идите. Как оцениваешь вообще на Ютубе сейчас? Сериальную эту обстановку по эмоциональности. Знаешь, что меня сейчас висит на Ютубе? Это вот эта реклама. Везде реклама. Сейчас везде реклама. Я два месяца назад всегда заходил, у меня рекламы не было. Сейчас везде реклама. Это очень раздражает. Очень. Я даже не знаю, что делать. Мне то ли выключить видео, включить другое, и потом включить то же видео, чтобы я посмотрел уже без рекламы. Потому что эти 15 секунд, особенно вот эти, вот сейчас рекламируют игру для айфона Mobile Strike, что ли. Блин, как она раздражает уже, эта реклама, честно. А самое страшное, знаешь что, когда Михалыч помимо гугловской рекламы, еще реклама в середине роликов такая. Ну хорошо, что ты делаешь ее в середине, а не вначале. Понимаешь, когда вот разочаруется, когда вот увидел одну рекламу, и тут сразу Михалыч показывает ее другую. А сначала я на тебя не подписывался сейчас. Я на тебя подписывался. Я до сих пор на тебя не подписан. Я искренне тебе говорю, что подписался только, когда сюда переехал, в Павшино. Ну, потому что интересно, как это... Это ты единственный тот человек, который подписался, а не отписался, когда я сюда переехал. Нет, нет, наоборот, подписался, потому что интересно посмотреть. Да и вообще, я ждал после того, как ты в Павшино переехал, что ты пойдешь заниматься. Потому что нужно на диету сесть с вами вместе. Ну, что-то мне ничего не... Ну вот сейчас неплохое начало. Ты кушаешь как-то майонез, ешь же в майонез макарон, вообще не ешь, но у тебя жёсткая диета, или ты так как хочешь, так как тачь? Сейчас полужёсткая, я вхожу в неё. Я пару слов хочу тут, говорят, тренер там начал не с того преподавать, там что-то это, уже критика посыпалась. Ругает, значит делаем всё правильно. Ладно, ребята, сейчас разминка тоже записывать не буду, потому что уже будет повторяться из видео в видео одно и то же, а потом три камеры настроим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вот как раз кончат сюда, коляна с одними Не гуферми, а с одними Переези, поехали Раз, раз Нажимай, нажимай, нажимай Зачем? 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 Я думаю, что заедал корону, не знаю Заедал, что фронтальный, как наряд. Село, там не стало Сел Сел А маток стал Пошел Вот, простая маток Хорошо, видишь, и те возрастают, что ты не провалишься. Ну, молодец. Молодец. Хорош. Съел. Пошел, взял. Хорош, молодец. И вот так, когда он не меньше маус, потому что ты стоял очень удобно, где с маусом. Все это по фронтам, по прямой столбик, а дальше все будет самым. Прямо, все, все. Не думай, расслабьешься. Все. Все. Дыши правильно. Дыши. Вот. Это важно. Если ты не праве, дыши. Видим, уже этим человеком. Да, вот. О, красава. О, о, о. Молодец. ОООу ООО ООО Ставь стоючки. Добро пожаловать на наш канал! Держите. И правый блок. Один и два. Раз. Продолжение следует... 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 Ну, 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 сразу. Нет, он путается, он совсем недавно у нас занимается, он, Макс, чуть-чуть путается. Ручка-ножка. Смотрите, нога летит, допустим, любая. Я перекрылся, видите, я заряжен отсюда. Отсюда летит, развернемся, чтобы было видно. Отсюда летит нога, я заряжен направо. Раз. Лоу-кик летит, любой. Раз. Тум, опять заряжен. Сюда летит. Заряжен. И вот все в таком ключе. И, естественно, я ищу открытое место. Пошли, ручка-ножка. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Это должна быть скорость, Макс ее не выдерживает, к сожалению. Он путается. Как бы ты же... На камеру? На камеру, да. Давай, раз, два. Раз, два, раз. Раз, два, раз. О-о-о-о. О-о-о. Ручка-ручка. Эщ. Эщ, 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 эщ. Ой, извини, у тебя немножко там прозвиток, значит, забор. Нашу работу сейчас еще можно охарактеризовать тем, что мы стараемся учиться не бояться ударов. Любой удар становится бесполезным, если его правильно заблокировать. Если его правильно принять, удар становится бесполезным. Мы его можем смазать, мы его можем протащить, мы от него можем перекрыться, заблокировать такого плана, щит подставить, как угодно. Удар абсолютно привести в состояние уха, не будет сильным. И тем самым проблема новичков заключается в том, что они боятся удара. Я уже показывал сегодня. Бьют сюда, либо руку опускают. Думаю, что рука спасет ногу. В результате переводят на голову. А рука уже не находится в том месте, где должна быть. Надо учиться ногами отвечать за ноги, щиты, защищать, принимать руками. Руки защищают, голову, корпус. Не нужно руками туда лезть. Это обычно руку вот так вытягивают, да? Да, конечно. Руку и сломают. Руку сломают, во-первых. Во-вторых, если дадут повыше, а рука здесь висит, дадут голову. Оу, не опутируют. Дерегите голову с молдой. Ого! Ищем открытые места! Оп! 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 Ох! Оп оп! 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 Об! Оп! 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 Оп, оп! Оп, Оп! Ох! Оп! 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 Обратите, нас никого не шатает, не мотает. Нет такого, чтобы бить достаточно сильно рукой и ногой. Обратите внимание. Я хотел сказать, что как раз держать стойку очень важно. Если вас разбили, если вашу крепость сломали, все у вас разобьет дальше. Ударили на меня лоу-кик, я вот сюда развернулся. И все, все подряд полетит. И ноги, и руки. Так что, как бы что ни происходило, держите стойку. Стойка плотная. Принимаем, отвечаем. Принимаем, отвечаем. Принимаем, отвечаем. Еще это мне нравится. Он опасный. Аккуратнее. У него этого не отнять. Пошли. Ну, я же говорил, что дырки друг к другу помогаем находить. Я нашел у него два раза, да, Макс? Дырки столько. Ну, я смотрю, он не закрывает печень. Я туда ему и достучался. Получается, что мы сейчас друг к другу помогали становиться сильнее. Я бил, старался искать открытое место. Он старался защищаться и наказывать меня, отвечать, искать мое открытое место. Я старался, ударил, перекрыться сразу. У нас получается зеркальная работа. Не бейте сильно. Конечно, к сожалению, я сегодня не могу вам показать, как работают мастера спорта, да? Ребята высшего уровня. Конечно, то, что мы сейчас с Максом делаем, это очень низкий уровень. Потому что я старый, наверное, и потому что Макс относительно новичок. Мастера спорта могут поднять такой темп, что просто дым с души будет валить. Вот это да. И, конечно, уже когда ребята достигают высшего уровня, они... Ну, вообще, я считаю, что спортсмен, в первую очередь, растет от спарринг-партнера. Не от лав, не от кого-либо, да, там, не от мешков. Это все снаряд. Спортсмен растет от спарринг-партнера. Вот любой тренер скажет, чем сильнее спарринг-партнер, тем спортсмен будет быстрее расти. Будет группа из сильных спортсменов, попадет новичок. Да, первое время будет тяжело, но он быстро адаптируется и будет быстро расти. Это факт. Попали вы? Слабым ребятам не вырастите. Бесполезно. Будете их бить, но вырастить не вырастите. То есть, когда Сергей прилетает из Грозного, вернее, мы вместе с ним прилетаем, с ним в этот спарринг. Конечно, блин, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что еще будет и Альберт, и там масса ребят, и Макс, и Петр подойдет. И девочка у нас очень бьющая, сильная девчонка, Кристина. Так что, я думаю, начнем с Кристины. Ты сначала поплатишь, она 54 килограмма весит. Китайский бокс, конечно, вид действительно хороший, да, но очень много шарлатан, специалистов очень мало в китайском боксе. Да и, наверное, как и в любом виде спорта. Ребят, будьте внимательны при выборе тренера, при выборе клуба. Ну, клуб какие-то должные достижения приносить. Это не просто сбор денег, да, должен быть. Тренера должны быть заинтересованы в вас, чтобы сделать вас сильнее, чтобы возить вас на соревнования. А вот такого плана, да, мы для себя, вот в таком ключе, это очень хороший развод для вас, что в плане того, что деньги собрать. Ну и так, ты молодец, только ни с кем не дерись, а то можешь кого-нибудь убить. Это, ну, это просто развод, ребят. Я вам реально советую, ищите хороших тренировок. Не так много, к сожалению. Тем, кто желает заниматься, какие вот советы в первую очередь? Вот, в первую очередь, наверное, идти в спортзал. Ну, конечно, не надо же откладывать, да, там, с первого января, с первого января реально пойти в понедельник, да, там. Идите сразу в первый понедельник, или, надумали, идите сразу, пробуйте, пробуйте, тренируйтесь. Ясно, ну ладно. Всем здоровья, ребят. Ребята, все, тренировка закончилась, короче, я пошел домой. Билеты, я в прошлом видео говорил о том, что там спонсоры на перелет в Чечню, да, в Грозную. Степа Крошаков перевел мне деньги за путевку, я ему вдвое дешевле ее продал. Соответственно, деньги у меня появились с этой спутевки в Таиланд. И я лечу в Грозный, чтобы поддержать Сергея. Ну, вообще, сделать оттуда репортаж. И, соответственно, завтра у меня вылет в 12 часов. Высшей удачей будет, если сфотографируюсь с Рамзаном Кадыровым. Вот, поэтому я пошел в раздевалку. Взвешиваться не буду, потому что чуть не хочу себя расстраивать. Пусть даже если 500 грамм ушло, это не тот показатель. Но думаю, что результаты будут, самое главное, к этим результатам идти. Как бы ни пафосно я сейчас это говорил, оно так. Все, ребята, всем пока.